и снова здравствуйте всем привет и так давайте немножко переделаем рик значит для львицы чтобы она работала более менее лучше и так выбираем рик так заходим в edit mode и кое-что я тут хочу поудалять значит этот по прошлым роликом косточки удаляем так вот эти косточки тоже долой бом так эту заднюю тоже можно удалить и вот эту поворотную тоже так что у нас тут на груди на груди так ну давайте вот эти тоже по удаляем это прошлый эксперимент принципе все работает в это на любителя так удалим кости шеи ну а теперь будем выносить изменения значит нам нужно переделать вот эту тазовую кость так вот эту кость тоже дэвид эту тоже дэвид ну так и оставим теперь с этой косточки вытягиваем и вот так вот кость делаем alt пи clear пэнт так клиент пэнт блин язык поломаешь так скрин таски теперь вот эту косточку привязываем к тазовой control пи типа upset и от тазовой давайте вытащим еще косточку это уже до хвоста и хвост привяжем тогда тоже к тазовой на control пи кипов сет так есть такое дело теперь давайте доработаем тройка на нампаде добавим еще костей наш до шеи значит и косточка 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 и косточка головную чуть-чуть же подтянем к верху но в принципе нормально так эту косточку привяжем к этой control пи это она привязана считать вяжем alt пи clear parent и привяжем ее назад вот сюда control пи и пол сет так ну все нормально вроде заходим в облик нот выбираем персонажа перевязываем обязательно кости control пи white automatic виджет так теперь выбираем кости заходим посмотрим как у нас теперь будет крутиться задница так видите что она тянет за собой и тело вот такая штука потому что у нас не привязаны теперь кости перевяжем кости значит ключицы вяжем вот к этой кости к шейной control пи кипов сет эту тоже косточку control пи кипов сет так что у нас тут еще не привязана теперь выбираем вот эти все кости вяжем к тазовой control пи кипов сет эту косточку alt пи clear parent и значит раз это у нас тазовая эту косточку вяжем к тазовой control пи кипов сет так или тазовую к ней привязать ну давайте попробуем пост мод выбираем косточку и делаем r и вот она тянет за собой садится то хорошо но control z меня это не устраивает пробуем иначе edit mode вяжем тазовую косточку позвоночной control пи и попсет а ну-ка object mode force mode и пробуем ее вертеть вот видите теперь зад у нас работает отдельно так вот задница работает отдельно тогда вот эта косточка у нас становится управляшкой да все нормально все работает передвинули словом значит тазовую управляющую кость за хребет вот это за таз да ну и все нормально так тройка на нампаде теперь можно значит если мы сажаем львицу то отдельно подкручивать зад это если вдруг там посадить надо персонажа видите он теперь отдельный живой и и теперь рядом кость берем раз вот такая будет штука так штука это хорошая но не хватает костей под мышками видите грудь целая а вот грудина у нас сжимается не вопрос добавляем еще косточки шеев д делаем дубликат вытягиваем дубликат под мышку одной лапы где то тут будет стоять шеев д а пардонки чуть чуть повыше под под линию сгиба да так эту сюда единица на нампаде шеев д эту сюда так так теперь тройка на нампаде и можно вот эти две косточки шеев д перетянуть вот сюда так так ну вроде бы как бы так бы object mode выбираем ctrl пи и перевязываем выбираем выбираем теперь кости заходим под выбираем тазовую кость новую так вот у нас уже тело остается так а грудина у нас вминается да выбираем не вопрос зайдем еще раз в edit mode и попробуем значит от этой косточки от хребтовой добавим е в центр вот до сюда аж кость ну опять же object mode выбираем персонажа выбираем значит косточки ctrl пи white automatic widget ну идем опять тест делать так выбираем кости post mode тазовая кость ну уже получше так если мы значит выберем и выкрутим опа ну в принципе ничего так нормально вот этой косточкой можно теперь поиграться так ее лучше тогда наверное удалить а ну-ка пробуем edit mode косточку delete bone а вот это перевязывается на хребтину все она автоматически перевязалась теперь нужно опять перевязать перевязать вот это все делаем ctrl p white automatic ну и заходим опять тестим м 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 ну таким образом можно будет управлять так а если еще добавить косточки тогда будет на перебор да как тут нормально вроде так тройка на нампаде еще добавим костей значит вот эту кость передвинем сюда сделаем ей shift передвинем сюда тройка на нампаде и выберем вот эти две косточки и сделаем shift d и подтянем к брюху к брюху вот сюда так а здесь тогда попробуем обыграть это дело и сделаем единицу на нампаде делаем shift d подставляем одну кость сюда и shift подставляем кость одну сюда так и вот эти две кости перевяжем на вот эту вот центральную так тройка на нампаде так а вот эти две косточки перевяжем к тазовой ctrl-p типа offset м м м м м ну уже в принципе получше так только теперь вот косяк выходит с этими вот костями а во все грудина уходит вниз потом и тогда нужно будет мы эти косточки вот вот центральную выбираем так центральную выбираем Ну и тогда здесь недостаточно еще центральной косточки, да? Так, еще одну кость нужно попробовать добавить. Так, тогда еще разок, одна попытка, тройка на нампаде, сделаем вот так вот, E, Alt, P, Clear Parent и перевяжем ее на центральную. Ctrl, P. Так, Ctrl, Z. Так, теперь от нее можно или вытянуть тоже цепь какую-то по шее, да? Ну давайте попробуем. Так, плюс на Shift D сделаем дубликат и привяжем к этой. Ctrl, P, Keep Up Set. Так, попробуем теперь перевязать опять же. Так, теперь тестим по новой посадочку. Ну, уже нормально. Здесь уже можно и будет регулировать. Вот как-то так. или вот этой, наверное. Ну, в принципе, будет, наверное, нормально сейчас, если вот это вот взять и попробовать перекрутить, значит, вот, раз. Ну, в принципе, неплохо. Ломка идет, но не до такой степени, прям катастрофичной. Вроде бы все сажается. Так, тройка на нампаде. Делаем R. О, задние лапы тоже нормально оформляться. Ну, а эту часть вот можно тогда NG регулировать. Угу. Угу. О, так будет поправильнее, наверное. Так, тройка на нампаде. И вопрос в чем. Alt G, Alt R, Alt S. Заменяем теперь косточки, чтобы уже был нормальный Rig D. Тройка на нампаде. Так, файл save us. Так, и попробовать, значит, ее положить. Угу. Угу. Так. Так. Вот это управляющая, да? Ctrl Z. N панель тогда пусть будет здесь куб. Так. Ctrl Z. Английская A. Английская A. Единица на нампаде. Делаем R. G. Уложим нашего персонажа, чтобы таз лежал. И теперь вот эту тазовую. Или, наверное, предыдущую, да? Угу. Угу. Так. Такая штука не прокатывает, значит, да? Возвращаем. Возвращаемся, значит, назад. Получается, нам нужно персонажа вот так вот положить. Лапы увести вперед. R перекрутить. Так. Так. Продолжение следует... Теперь, значит, тазовая кость, вот эту тазовую тройку, единицы на ампаде делаем R. Ну, тогда у нас что-то лапы не хотят, да? Значит, надо теперь лапы отдельно положить. Продолжение следует... Так, а вот это кто тут? Вылез кто-то? Что-то тут непривязанное, да? Наверное, вот эти две косточки. Меняем, значит, попытку. Да, вот эти две косточки непривязанные. Сразу сохраняем файл. Заходим в Object Mode. Попробуем перевязать еще на всякий случай. Ctrl-P, White Automatic Widget. И попробуем еще раз положить, значит, нашего персонажа. Тройка на ампаде. Система, значит, понятная. Так, а где тут... О! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...